Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Меня зовут Анетта и сегодня у меня для вас покупки из магазинов Fixed Price. Ах, неожиданно, но я действительно заглянула туда и приобрела некоторые позиции, которые хочу вам показать, про которые хочу рассказать. Но сначала я заглянула в магазин Magnit Cosmetics. Я не теряю этой надежды найти все-таки карандаши дуохромные от Beauty Bomb. И именно конкретно в том магазине я нашла тестер и смогла наконец-таки хотя бы протестировать эти невероятные фантастические карандаши, которые ну никак нигде невозможно найти. Я искала их в Москве, я искала здесь в Уфе. Очень много, кстати, здесь магазинов Magnit Cosmetics, как это неудивительно. И я прошла, мне кажется, уже практически все, но как минимум те, которые находятся в центре или были где-то по пути. Я прошла, зашла, спросила, посмотрела, и нигде этих карандашиков нет. Свотч до сих пор у меня сохранился. Вот он, посмотрите, пожалуйста. Какая невероятная красота! Этот перелив, он идет из зеленого в какой-то такой красный, бордовый. Потрясающе светится на солнце. Я в полном восторге, но, к сожалению, так как это была лимитированная коллекция, купить эти карандаши уже нельзя. Очень-очень жаль, что Beauty Bomb решили не делать еще дополнительный релиз или решили не вводить это в их обычную коллекцию. Потому что, мне кажется, действительно спрос бы был просто великолепный. И на этом моменте у меня будет небольшая просьба. Если вдруг у вас есть магнит, где продаются эти дуохромные карандаши, вы можете их купить и высохнуть мне, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду очень-очень благодарна и очень рада, потому что найти самостоятельно я их не могу. Я видела обзор одной девушки, которая буквально пару недель назад эти карандаши покупала. И она сказала, что у них магнит-косметик, они есть. Но я не знаю, нигде она живет, ни вообще, в принципе, с ней не знакома. Просто такое рандомное видео, которое я смотрела о покупках в магазинах типа подружки, магнит-косметик, улыбка радуги. В общем, все то, что меня сейчас развлекает. Ну и раз я зашла все-таки в магазин магнит-косметик, я кое-что прикупила. И это лак. Лак вот такой вот лечебный. Это средство для ногтей с кальцием от Джорджо Капачини, наверное. Я не уверена, как правильно называется. Он укрепляет, предотвращает ломкость для здорового роста ногтей, ухаживает и защищает тонкие ломкие ногти. И здесь у нас кальций, молочные протеины и натуральные масла. Почему я купила этот лак? Дело в том, что я сняла свои ногти. У меня был гель-лак. Я сняла здесь, и мои ноготочки сейчас выглядят, конечно, иначе. Мне совершенно не нравится, когда мои ногти ничем не покрыты. Они такие натуральные и голые. Мне они визуально не нравятся. Мне кажется, что они какие-то несимпатичные. Поэтому, конечно, хочется чем-то покрыть. И плюс ко всему, я искала именно лак не для того, чтобы их покрыть, а для того, чтобы еще их и поддержать, так как они сейчас очень тонкие, для меня непривычно. Я везде сейчас вырезаюсь, и мне не то чтобы больно, но мне действительно дискомфортно. Раньше этого не было, просто потому что ногти были, понятное дело, укреплены. Если я и встречалась со стенкой, то ни стенка, ни ногти не страдали. А сейчас мне некомфортно. Вот такой вот лак мне он, вот первый раз я покрасила. Сейчас у меня здесь два слоя. И мне не очень понравилось, что он не засыхает моментально. То есть, вот прям нужно время. Я ждать-то не люблю. Я ждать-то, в принципе, не умею. Поэтому на этой руке я уже немножечко смазала. И я вижу, что он засох с такими воздушными капельками. Ну, то есть, может быть, одно покрытие всего лишь нужно делать. Я сделала два, потому что на одно покрытие вообще ничего не видно, никакого цвета. А мне хотело, чтобы был все-таки тоже какой-то цвет. Тем не менее, буду пользоваться. Посмотрим, насколько улучшится качество моих ногтей. Тем более, я на Валбрис заказала еще один лак, типа железная сила или что-то в этом духе. От Рилуи. От Рилуи у меня вообще, по-моему, еще ничего нету. Так что буду тестировать и смотреть, насколько вообще хороший оказывается лак. Итак, я зашла в магазин Fixed Price. Ради чего? Ради влажных салфеток. Вот эти салфетки я закончила, и они мне очень понравились. Они реально шикарны. Именно для снятия свочи, именно для снятия косметики с рук. И вдруг там что-то подтереть. Когда я крашусь, я крашусь, тоналку наношусь руками. У меня есть кисточка для таких сухих текстур, но у меня нет кисти для тоналки. И у меня нет здесь спонжа, потому что, в принципе, ту бибишку, что я использую, я могу нанести и руками. Но потом, конечно, руки обо что-то нужно обтирать. И я вытираю именно вот этими влажными салфетками. Они прекрасные, шикарные. Стоит 59 рублей. Цены я постараюсь вам, разумеется, подписать. Кстати, лак этот стоил 130. Он был на скидках. Вообще, его цена была больше 200 рублей. Но он стоял на скидках за 129.99. Ну, я думаю, ну ладно. Ну, за 130 рублей я возьму. Не буду ждать Реуи, потому что Реуи приедет ко мне только в понедельник. А сегодня четверг. Столько дней без лака я не хотела ходить. Что это такое у нас? Это для снятия макияжа с мицеллярной водой, гелем алоэ и ионами серебра. 60 штучек. Они шикарно пропитаны. Вам действительно салфеточки хватит, чтобы все свочи снять, чтобы протереть руки. Но при этом эта салфетка очень быстро высыхает. Поэтому в течение всего макияжа, пока вы краситесь, вам ее не хватит. Вам придется брать свежую, новую. Но, по крайней мере, это реально шикарно работающие салфетки за 59 рублей. Я не знаю, если где-то дешевле. Но вот эти мне показались хорошими и качественными. Поэтому я их и купила. Давайте попробуем снять вот этот бьюти-бомб. Потому что я водой не смогла смыть. И я снимала обычно мицелляркой. Там уже в магазине. Там стоит у них мицеллярка. Я так понимаю, или какой-то тоник, что-то в этом духе для снятия. Но я думаю, что мицеллярная вода. И я не смогла снять. Давайте попробуем эти салфетки. Здесь вот есть у нас наклейка. Написано Open. Ну, давайте, откроем. В любом случае, я уже начинаю их использовать. Так как у меня нет салфеточек. Они у меня закончились. Я их показывала вам уже в пустых баночках. Достаю одну салфетку. Видите, какая она влажная. Насколько здесь хорошая пропитка. Есть аромат. Аромат такой очень нежный, нежный и приятный. Так что, однозначно советую. Так, снимаю вместе с вами. Снимут ли эти салфетки этот карандаш? Неа. Вообще нереально стойкий карандаш. Вот это да. Ну, чуть-чуть. Если хорошо потереть, да, тут что-то происходит. Но вот так вот с первого раза я бы сказала, что скорее нет, чем да. Ну, если потереть, да. Да. Сходит. Смотрите. Уже ситуация изменилась. Так что, салфетки работают. Следующая моя покупка в этом же магазине FixPrice. То есть, все, что сегодня покажу вам, за исключением этого лака, это именно из магазина FixPrice. Вот такие вот салфетки. Это салфетки спиртовые. Здесь 20 штучек. Они будут маленькие. Я их взяла, потому что я хочу протирать свои очки. У меня есть очки для зрения. К сожалению, я не вижу вдаль хорошо. Поэтому мне приходится носить очки, когда я еду на транспорте, когда я что-то смотрю. Да и, в принципе, чтобы себя здесь ориентировать, так как я вообще здесь не ориентируюсь. А мне нужно, чтобы я видела вдаль хотя бы транспорт номер автобуса. И я протирая периодически свои очки, нигде не могу найти в продаже салфетки для очков. Я уже во многих магазинах спросила, как в косметических, так и в супермаркетах. У нас такие салфетки продаются в Lido, Audi, пожалуйста, стоят копейки, покупайте. Здесь их нигде нет. И когда я спрашиваю, есть салфетки для очков, на меня так смотрят, как будто я спрашиваю что-то невероятное. Что-то такое, знаете, как будто это какой-то экстра продукт. Ну, люди же как-то протирают свои очки. Неужели не пользуются все обычные от этой тряпочки? Такая тряпочка у меня есть, но она мне никак не помогает. Мне нужно сначала снять всю эту грязь и эту невероятную пыль. А сейчас здесь такая пыль стоит, что на очках постоянно у меня, конечно же, пыль оседает, и мне нужно их протирать. Я взяла вот эти салфетки, по крайней мере, они работают, и потом уже можно обычной тряпочкой. Еще я взяла вот такое средство. Это белизна, гель 3 в 1. И можно, в принципе, использовать для много чего. Можно для стирки, можно для труб, можно для туалета. И я взяла, на самом деле, для вот этой маечки, которую я сейчас ношу, потому что я где-то там поставила пятно, и не могу никак это отстирать. Пятно не хочет, а белая моя маечка, я ее искренне люблю, хочу ее носить. Не только в домашних условиях, но вообще, в принципе, и на улицу, когда, конечно же, потеплеет. Это, наверное, будет в мае. И хочу, чтобы она была белоснежная и чистая. Я взяла вот это средство. Что меня здесь заинтересовало? Sanfor марка называется. И здесь почему-то флаг Швейцарии. И я, знаете, прям сильно очень заинтересовалась. Я даже загуглила, почему здесь может быть флаг Швейцарии. Потому что эта марка, насколько я так, опять-таки, загуглила, российская. Плюс ко всему, произведено все это в России. В Швейцарии вы не можете просто так прицепить куда-то к вашему продукту швейцарский флаг. Швейцарский флаг означает, что этот продукт произведен в Швейцарии или из швейцарских продуктов. Других вариантов быть не может. То есть это на государственном уровне зафиксировано. Вы не можете просто так, ох, ну нравится мне этот флаг. Вот буду его использовать. Это невозможно. Тут же Sanfor, флаг Швейцарии, пожалуйста, и белизна. А что к чему, как оно так вместе, непонятно. Следующий продукт у меня крем-блеск для обуви черной. Марка Happy Food, я думаю, что так называется. Ну, я взяла, потому что здесь обувь просто нереально пачкается. Я так часто обувь свою, мне кажется, еще не мыла, не ухаживала так за ней. Потому что у нас, разумеется, как-то более чисто, наверное. Я думаю, что вы все слышали, что в Швейцарии моют асфальт просто-напросто с мылом, с шампунем. Но уборка там действительно проходит очень качественно. Убирают все улицы, убирают везде. Даже в нашей деревне, даже в нашу тупиковую улицу. И то убирают. Машина приезжает, убирает. Здесь как бы уборка тоже есть, но она уборка такая. С одного места сметаю на другое место. И сейчас очень грязно, снег у нас потихонечку тает. Сегодня невероятно жаркая погода, 13 градусов. Солнечное завтра обещают вообще 15. Поэтому думаю, что снег растает и будет еще больше луж, больше грязи. И чтобы хоть как-то подержать визуально мою обувь, потому что мне не нравится ходить, разумеется, в грязной, и я вот купила такую. Попробую, не знаю. Стоило недорого, я решила попробовать. Почему бы нет? Потому что в любом случае, каждый день мне приходится обувь свою чистить. Еще я взяла вот такие салфетки. Не салфетки, а платочки. Я их покупала и могу исключительно только рекомендовать. Это, наверное, уже третья моя упаковка. Тут написано премиум, но не знаю, сколько премиум. Гранд Перо. И здесь три слоя. И они очень маленькие, очень компактные. Мне удобно взять их с собой и в карман. Мне удобно положить их в маленькую сумочку. Они не занимают много места. Но при этом они очень нежные, приятные. И три слоя. Я вообще не понимаю, когда там один слоя, два слоя. Для меня это очень-очень мало. Три минимум слоя должно быть везде. Неважно, для чего это предназначено. Должно быть три слоя. Еще я взяла вот такие вот ручки. Ручка шариковая многоцветная. У меня есть синяя ручка. Но мне иногда хочется что-то выделить, что-то записать другим цветом. Допустим, даже когда я высчитываю бьюти-боксы, цену, а то мне хочется подписать, чтобы сразу, когда я вам записываю видео, я могла различить, где какая цена. И здесь целых две ручки. И это замечательно. Я отдам одну ручку либо моей сестре, либо моей племяннице. В принципе, они выглядят бюджетно. Понятное дело, они стоили недорого. Здесь всего лишь три цвета. Ой, три цвета. Четыре. Понятное дело, что четыре. Это черный, синий, зеленый и красный. Ну, стандартный выбор. Они пишут, пишут хорошо. Претензий к ним нет. За эту цену просто замечательно. И заключительное, что я взяла. Я взяла вот такой набор зажимов для бумаги. Но на самом деле я взяла это не для бумаги. Я взяла их для тюбы. Когда вот вы тюбы, получается, используете, чтобы вот это вот пустое пространство скрутить. У меня нет, к сожалению, этого ключика. Поэтому я буду крутить и зажимать. Это мне сейчас необходимо, потому что у меня много разных тюб, которые пустуют здесь. И получается, что продукт ходит туда-сюда, гуляет. Чтобы этого не было, я взяла. Опять-таки, стоило очень бюджетно. Мне понравилась расцветка. Начнем с этого. И мне понравилось, что здесь есть такой вот силиконовый какой-то пакетик. Вы можете прямо в этом пакетике все это хранить. Очень симпатично и мило. Вот такие вот покупки. Их было, в принципе, немного в магазине FixPrice. Но я туда пошла вообще за салфетками. Начнем с этого. А вышла, как всегда, с целой сумкой продуктов разных, косметических и не только полезных, надеюсь, конечно же, в моем быту. Спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, какое-то разнообразие в ваш день оно принесло. Я буду с вами прощаться, как всегда, исключительно только до следующего видео. Желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, теплой, такой ласковой погоды, чтобы хотелось гулять. И было достаточно тепло, чтобы можно было уже свою зимнюю куртку спрятать куда подальше. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok